Всем привет! Сегодня с вами я, Илья Барякина и справочник писателя. Сегодня наша лекция будет посвящена теме триллера. Мы с вами изучим, чем этот жанр отличается от всех остальных и что нам требуется делать. Это сделать для того, чтобы наш роман или же какие-то элементы в нашем романе зазвучали как настоящий триллер. Для начала давайте определимся, что такое триллер. Триллер, он происходит в словечке, само происходит у ангельского слова thrill, что означает репетать. Ну, буквальный перевод такой. То есть триллером у нас считается, по большому счету, любой текст, который заставляет нас очень сильно переживать. То есть мы полностью угреваемся в сюжет и мы переживаем, что за наших героев, за развязку, за финал, за исход нашего сюжета. То есть для того, чтобы добиться такого эффекта, есть целый ряд приемов. Но вот нам надо, давайте сначала разберемся, что это такое и вообще о чем идет речь. Дело в том, что триллер как таковой, это даже не столько жанр, сколько именно технический прием. Потому что по большому счету у нас все такие приключенческие книжки и очень многие любовные романы, и очень многие детективы и другие жанры, они у нас все используют элементы триллера. Ну, а как бы если мы будем вести речь о том, что называется триллерами в издательском деле, то, как правило, по триллерами у нас понимаются книги, в которых присутствуют следующие элементы. В первую очередь это сюжет, построенный на архетипе избавления от опасности. Понятное дело, да, что вот этот архетип, он на самом деле может использоваться там вообще где угодно, практически в любой жанровой литературе и в литераре тоже. Так вот, значит, следующее, это должен быть сюжет, основанный на преследовании. То есть у нас либо же герой, либо же противник героя преследуют друг друга. То есть там в разных ситуациях по-разному бывает, но вот этот вот архетип преследования он всегда будет. И третий элемент, который всегда присутствует в триллере, это закручивающаяся сюжетная спираль. То есть ставки у нас постоянно повышаются, и напряжение у нас постоянно возрастает вплоть до кульминации, после кульминации у нас идет развязка. Итак, давайте рассмотрим немножечко поподробнее, о чем идет эта речь. Значит, почему избавление от опасности, это настолько завораживает читателя? То есть почему вот у нас происходит такая взгонка адреналина в крови, когда мы читаем триллеры? Потому что это игра на древнейшем нашем инстинкте. Мы реагируем на опасность, мнимую или реальную, вот таким образом. У нас соответствующие гормоны к нам попадают в кровь, и у нас происходит такой вот взрыв эмоциональный. А так как опасность, то есть вообще как бы мы с древнейших времен заточены на то, чтобы избегать опасности, мы, во-первых, если мы вживаемся в роль героя, мы сами чувствуем, что как будто эта опасность относится к нам непосредственно, либо же это речь идет о том, что мы учимся на чужом примере. Именно поэтому страшные истории и триллеры как каковы, и то, что заставляет нас вибрировать, оно нам настолько интересно, это инстинкт. То есть мы таким образом изучаем опасность с безопасного расстояния. И у нас, мы заточены на это, нам надо об этом знать, и именно поэтому древние люди собираются по стране, слушали именно ничто иное, как триллеры. То есть вот история об опасностях и о способах их избежания. Это инстинкт универсальный, мы его можем использовать постоянно, и поэтому, если вы его применяете в своем творчестве, вы просто знаете, что с ним можно играть, и он будет привлекать к вам внимание читателей. Значит, что такое избавление от опасности? Вы должны указать, где находится зло, что это зло должно, какой вред это зло должно причинить. Угроза должна быть реальной, самоочевидной, и зло должно быть так немножечко впереди. Вот это основное отличие триллера от детектива. В детективе преступление уже совершилось, и задача следователя узнать, кто же, собственно, виновен в злодеянии, которое было совершено в прошлом. В триллере немножечко все по-другому. В триллере задача главного героя – это остановить опасность, которая грозит ему, его близким или всему человечеству в целом. Это опасность в будущем. И именно так как будущее для нас всегда важнее, чем прошлое, поэтому триллер, у него как бы вот эмоциональный градус такой намного выше, чем в обычном детективе. Опять же таки, если в детективе не использовательный триллер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова